Аял Лазарев победитель встречи 125 килограммов вольная борьба. Аял, обычно якутские спортсмены, ну мы знаем лидеров там 48, Роман Михайлович Дмитриев, ну самый тяжелый Пенигин был, и вдруг такой богатырь. Какой рост у тебя? Без пяти два. Ну вот ста 95. В принципе у нас есть ребята крупные, но видимо вот что-то не тянет крупных ребят на вольную борьбу. На данный момент, да, в супертяжелом весе я единственный. Но в принципе до меня были ребята неплохие, братья Чукровы и так далее. Поэтому, ну, с другой стороны, международные серьезные результаты я первый добился. И как-то и приятно, и ответственно, ну и надеюсь, эту традицию продолжат. И стаффету вальчат. Преувеличат, да, эти результаты. Слушай, Якутия богатейшая страна по экзотическим видам спорта. Там азартная вот эта палка перетягивания, национальная борьба, прыжки и так далее. Пробовал вот эти вещи, использовал ли их для подготовки своей? Да, естественно, национальный вид борьбы, наш Хабсагай, вот чем-то похожий на эту бляжную борьбу. Да, вот это, есть такие определенные тонкости, движения, приемы, которые вот очень помогают именно в вольной борьбе. Вот проваливание, обманы, которые именно в стойке, чтобы вывести соперника из равновесия. Ну и спецподготовка по силовой, среди вот этих перетягиваний палки, ребят, тоже есть такие хорошие упражнения. Поэтому всего понемножку стараемся брать, чтобы прибавлять. Я, кстати говоря, когда сегодня увидел вот эту пляжную борьбу, тоже подумал о якутских спортсменах. Абсолютно для них дисциплина. Скажи несколько слов. Ты сейчас выступаешь за Киргизию. Как там, на каком уровне сейчас борьба, как там к тебе относятся, какие условия? Ну, Кыргызстан является той родиной, благодаря которой, за которую я именно достиг тех самых результатов. Поэтому все только позитивно. Борьба там растет. Крикоримская, она стабильная у них хорошая. Вольная борьба, она сейчас прибавляет. Вот по мужчинам, по девушкам тоже. Да, по мужчинам, по девушкам. Он стабильный, очень хороший результат, набирает обороты. Ну, страна развивается. И к легионерам отношение, ну, дружеское. Всегда спортсмены эти славились тем, что у них нет границ, нет национальностей. И вот, очень дружно, хорошее общение с тренером, с ребятами. В принципе, пожаловаться не на что. Феликс Григорьевич сказал, что ты, как любой якут, любишь охоту. Понятно, охота в Якутии. А в Киргизии какая охота? Вот это не знаю. Там, честно говоря, не знаю. Но там то ли бараны, то ли кабаны, то ли что-то такое. У Якутии немножко другое. Более экстремально, что ли. Там добраться до них надо еще, до нашей охоты. Поэтому, ну, в принципе, в других местах я не охотился. Ничего сказать не могу. Ну, в Якутии, как только бывает, возможно, да. Это такой стимулятор адреналинного такого состояния. Если когда, тем более, на кону соревнования, раз ездил, адреналинчик и такой добавил, тонус. И на соревнования едешь. Либо после соревнования, как восстановление. Спасибо. Я думаю, что за тобой следят сейчас в Якутии и желают тебе хорошо здесь выступить. Спасибо большое. Спасибо.